Микс Ньюс Только на Радио Болтком В любое время дня и ночи Программа Встретились, поговорили Здравствуйте, добрый день, уважаемые слушатели Олег Пеков в студии Родион Золотарев За звукорежиссерским пультом И сегодня в нашей программе Победитель конкурса таланта Инесса Галлант Обладатель приза симпатии Микс Медиагрупп И, как было сказано в бессмертном фильме Спортсменка-комсомолка, наконец, просто красавица Анастасия Зубова, добрый день, здравствуйте Добрый день, здравствуйте У вас такой необычный инструмент Аккордеон То есть обычно считается Все-таки, что Для хрупкой девушки такой достаточно Увесистый инструмент, который весит 14 Если я не ошибаюсь, кило Да, 14 Его все время на себе ощущать Насколько это сложно Это сложно, конечно, тяжелый Устают мышцы спины И вообще спина Но моя любовь к этому инструменту Она вот это все Как бы Как сказать это правильно Она А когда она вообще появилась? Появилась Вообще это очень случайно произошло На уроке музыки Наша учительница по музыке Сказала, что к ней приходила моя Первая учительница Нина Семеновна Ложкова И она набирала себе Класса юных аккордеонистов И я вспомнила, что у меня И папа играл на аккордеоне И дедушка на баяне играл Ну, я примерно знала Как он выглядит Я подняла руку Записалась Сказала родителям Родители, конечно, не были против Они сказали, что Делаешь, что хочешь Мы тебя заставлять не будем И с тех пор В принципе, меня никто заниматься Не заставлял Я сама всегда играла Потому что мне понравилось Мне понравился звук Мне понравилось вообще Как он выглядит Как он сидит Мне нравится, что Вот когда я выхожу на сцену Я выхожу вот с ним Он меня как бы немножко защищает Вот Как это броня Да, вот как будто Выхожу не одна на сцену Партнер Он является полноценным партнером Да Но насколько все-таки Аккордеон В мире классической музыки Котируется То есть я понимаю, что там Но есть ли вообще какая-то градация Что вот есть скрипка Там, боже мой Это божественный звук Есть орган То есть вот человек, который там органист играет Там он просто говорит с Богом Через музыку Баха Ну и вот как будто бы Ну ассоциируются всегда Более простые там инструменты Балалайка, ложка, баян В одном как бы ряду стоит Ну я не хочу обидеть А просто говорю На такое вот Прямо есть-то расхожее мнение Ну так и есть на самом деле Потому что аккордеон В принципе На аккордеоне классику играют Не так давно Даже очень, наверное Может лет 15 каких И то это так еще До сих пор не все воспринимают И некоторые говорят Как можно на аккордеоне Баха играть Или там скарлать того же Это же все не так там Но вообще хочется аккордеон Как-то преподнести На классическую сцену Потому что это реально И на нем звучит это По-особенному То есть это что-то новое И интересное И это сложно сыграть Допустим полифонию И прелюдию с ХТК Баха Какую-нибудь Например Фа-дес минорную Ну В принципе по сложности Так же как и на фортепиано А кто занимается Этой адаптацией Аранжировкой Для Переложением Для аккордеона Это Существуют ли Ну вот музыканты Которые этим Специально занимаются И много ли музыки Для аккордеона Для Вообще Занимаются Переложением Конечно опытный уже музыкант Такие как с Академией Гнесиных Липс Дербенко Ну такие уже с именем Большие музыканты Но В принципе В аккордеоне Все привыкли Как бы что есть Вот этот Простой стандартный бас Умца-умца Но там еще есть Регистр такой Который переключает На выборную клавиатуру И этим как бы Дается новая возможность То есть у нас Диапазон расширяется И вместо вот этих вот Аккордов привычных Там появляются По хроматической гамме Ноты Басы И они по Ну октавам расположены И мы можем на аккордеоне Играть Практически все Фортепианные даже Партитуры И произведения И в принципе вот Как например Играть Баха Скарлати Или Куперена Ну посмотреть конечно Там надо по диапазону Чтобы все подходило Это можно даже Не делая переложения В принципе Ну где-то там октаву Перенести Где-то там что Но в принципе Это вот чистый текст А много ли произведений Именно написанных Специально для аккордеона Достаточно много Не так много конечно Как для фортепиано Потому что фортепиано Это король инструментов всех Там это Классиков Все уже Но много Играть можно много И Они Разные сложности Разных жанров Как и классика Как и уже современная Даже музыка Джаз Также Блюз Блюз Тоже можно? Конечно Да Можно Можно И звучит очень здорово Вот как в джаз-бендах Очень нравится Когда присутствует Укордеон Он такую немножко Нотку интересную поддает А вы специализируетесь Все-таки на классической музыке Я напомню Что Анастасия Зубова Вот исполнительница На аккордеоне И победитель конкурса Талант Инесса Галланта Сегодня у нас в гостях Вот вы играете В основном Классическую музыку Или позволяете себе Ну вот Может быть Играть Менее серьезную Джаз Блюз В основном Все равно Классическую Потому что пока Я учусь еще В училище Мне надо Вот дать мне Эти азы Как бы Вот Классику Но вообще Я хотела бы Играть в рите Легкую музыку Потому что Ну это немножко Это немножко Свободнее Это уже Можно Много чего себе Позволить на сцене Чего нельзя позволить Допустим В классической музыке Как-то и глазки построить Также поулыбаться В классической музыке Все-таки там Это Ну это вот как классика Строгость Такая аккуратность Все Но как вы считаете Вот вообще Красота Она помогает Музыканту То есть Восприятие музыки Мне вот Кажется что Вообще Аккордеон выбирает Красивых девушек Если говорить Ну вот у нас есть Уже пример Ксении Сидоровой Которая проложила В дорогу И сейчас уже больше По-моему за рубежом Проводят времени И вот Вы Очень и очень Действительно Вот мне кажется На сцене Многие могут Просто приходить Посмотреть Просто на вас И от одно удовольствие А другое удовольствие Вот именно Еще и услышать Прекрасную музыку Мне кажется Тоже зависит Конечно Потому что Ну как бы Кто-то конечно Он больше Ну как допустим Люди уже Которые Профессионалы В этом деле То есть уже музыканты Они Вот как по опыту Много педагога Теперешнего Анатолия Петкевича Он слушает музыку С закрытыми глазами Потому что Ну смотреть Это конечно Да Красиво Но все равно Вот музыку Он человек Исполняет музыку И надо воспринимать Все равно большую музыку Но Но я же говорю Что вот как вы сказали Строить глазки То есть публики Ну да Это возможности Которые открывают Может быть Ну как это Привнести артистизма В сухое исполнение Нет Это конечно Это надо Это надо уметь Но главное Чтобы это не было наигранно уже Потому что мне кажется Зрители это очень чувствуют Когда уже Ну перебор Вот иногда бывает Слушаешь Смотришь даже И вот Ну как-то неестественно получается Ну а Говоря про неестественность Как вы относитесь Например К условностям оперы Когда Там Пятидесятилетняя Джульетта Например Там уже Там тоже С почтенным Там Ромео Лысым С брюшком Поют Изображая там Юных влюбленных Что часто бывает В опере Ах и нормально Отношусь Потому что Ну это уже Такие произведения Такие оперы Которые написаны Несколько столетий В принципе назад Это уже тоже Вошло в классику И ну Да и в опере Мне кажется Молодых исполнителей Не так мало Потому что да Идут уже Люди-вокалисты Особенно уже С большим опытом Уже С хорошим голосом С хорошей базой За спиной Ну и Туда попасть Мне кажется Не каждый вокалист Ну мечтает Мне кажется Каждый вокалист Но не каждый попадает Возвращаясь К аккордеону С какими музыкальными Инструментами Сочетается Аккордеон То есть Какие возможности Он Дает Исполнителю Вообще Можно в принципе Играть с любым Инструментом Вот Сочетать Он конечно И звучит Как сольный инструмент Тоже Очень здорово Потому что Не нуждается Ни в ком Как бы Не в помощи Он может сам Со всем справиться Но Хорошо звучит Как из фортепиано Есть такие дуэты Делают такие дуэты Также И со скрипкой Тоже красиво звучит Со струнными инструментами С духовыми Я не так часто слышу Потому что Там Я насколько знаю Там немножко проблемно Вот с этими вот Тональностями Вот как-то там С диапазонами Но тоже реально Вот с аксофоном Например Можно Сделать дуэт Но это немножко Проблематично уже А вы уже пробовали Ну Вы выступали В дуэте Ну Или В сопровождении Каких-то других инструментов То есть Вот пробовали Как звучит ваш аккордеон В сочетании с другими Ну вообще так На сцене На концертах Я не участвовала Еще так вот С кем-то в дуэте С каким-то другим инструментом Но У нас есть оркестр Долгопилский аккордеонистов И мы там играем Не только состав У нас есть аккордеонистов Но с нами играют И барабанная соло И бас-гитара И фортепиано Конечно Иногда появляется Скрипка даже И духовой Какой-нибудь инструмент Флейта Но Так в свободное время Конечно Между моими коллегами Моими студентами Однокурсниками Мы конечно пробуем Экспериментируем немножко И Здорово звучит Когда это все В удовольствии Насколько это Дорогое удовольствие Для Ну всегда Например Когда ребенок Начинает заниматься Музыкой Серьезно У родителей Возникает Вот вопрос Нужно купить Рояль Там это Это большие Очень расходы И насколько это Ну они оправдывают Вложения Там дальше Насколько Вот в вашем случае Дорогое удовольствие Аккордеон Очень дорогое удовольствие Я бы даже сказала Слишком дорогое удовольствие Но Это Дает Хороший инструмент Это Ну 50% Твоей работы Твоего мастерства Потому что На нем На хорошем Новом инструменте Открываются Другие возможности Можно по-другому Во-первых Другое звукоизвлечение Более качественное Более тонкое Можно сыграть Тонкое пиано Или дать Настоящая форта Вот громко сыграть И Ну Совсем по-другому Даже воспринимается Но это Очень дорогие инструменты И Ну за такие деньги Сколько стоит Аккордеон итальянский Можно купить Либо хорошую квартиру Либо очень хорошую машину Либо Не очень хорошую квартиру И не очень хорошую машину С ума сойти А Получается Что тогда Итальянцы Да Как мастера Я не знаю Страдивари Скрипки Опять-таки Итальянский мастер Итальянцы И в аккордеонах И впереди планеты всей Ну считается Все-таки Да Что аккордеоны Популярные Очень фирмы Пиджини Которая уже Столетиями Там она и выпускает И аккордеоны И баяны Бугари Есть такая Также фирма Фонсини Но это такие Не очень популярные Самая хорошая И Ну которую Больше всех Как-то так Хвалят Это все-таки Пиджини Но есть Русский Баян Который Считается Самым лучшим В мире Это Юпитер Это в России Делается Но это баян Аккордеоны Сейчас начали Выпускать И пока Непонятно еще Что там Хорошие Нехорошие Сколько нужно Инструментов Для Артиста Выступающего То есть Есть ли какие-то Нюансы Например Ну как Гитаристы Например На рок-концертах У них там Несколько гитар И вот он понимает Что Там эта гитара Для исполнения Вот этой композиции Он меняет Там на сцене Часто Мы видим Как там подбегает Человек И стихонечко Так подсовывает Новый инструмент Есть ли такое В мире Классического Аккордеона Но классического Аккордеона Наверное Все-таки нет Потому что Классику Ну вот он Есть один Вот этот Хороший Итальянский На нем На нем В принципе Можно Также Играть И классическую И варите Но уже Такие Уже Которые Опытные Аккордеонисты Уже Более Со стажем Такие Которые Уже И популярные Даже Они Заказывают Более Такие Белые Инструменты Со всякими Стразами Красивые Они Достаточно Маленькие Легенькие И на них Они уже В основном Играют Такую легкую Музыку Для публики Больше То есть Ну это может быть Например Инструмент Для таких Более Там Серьезных Менее Серьезных Каждодневных Для Репетиций Можно Попроще Там Инструмент Ну то есть Вот Несколько Можно И рекомендовать Можно Да Но все равно Мы не пианисты Как бы Аккордеонисты Потому что Нам надо привыкнуть К своему инструменту На другой Пересесть Вот если я играю Уже год Стабильно На одном инструменте Потом Сказано Возьми другой Иди на сцену Это ну Шок Да шок И ничего хорошего Из этого не выйдет Конечно То есть Получается Такое привыкание К своему именно Инструменту К своему да Ну уже Уже и чувствуешь Уже чувствуешь Где Как надо мех Правильно поменять Где-то надо Больше подтянуть Чтобы ответил Или там Как надо сыграть пиано Чтобы он ответил Опять же Или чтобы форта Чтобы он Не было никакого форсажа Такого вот резкого звука Это все тоже Отрабатывается А во время гастролей Каким образом Такую Действительно Ну Достаточно Дорогую Вещь Даже Я не знаю Слово Подходящее Инструмент Перевозить То есть Для того Чтобы его Не дай бог Там В грузовом отсеке Не швырнули грузчики Там И ничего-то не поломать Ну Если В машинах В принципе Если ехать То это вот Ну Одно Место Занимает Инструмент Багажник Его Опасно Ложить Я бы Вот Свой инструмент Ни за что Не положила В багажник Лучше Пускай он будет На виду Со мной рядом Чтобы я видела Что все хорошо Особенно Квартира Практически Ну да А вот Что касается Самолетов Например То там В принципе Тоже Надо покупать Рядом Место Себе Вот Себе И рядом Инструмент Потому что Как его там Бросят Кинут От него Ничего не останется То есть Это Ну вот Практически И получается Партнер С которым Ты все время И даже За кулисами И даже В самолете Ты рядом Да Насколько В принципе Вот Воспринимает Публика Хорошо Аккордеон Ну вот Насколько Это Отношение Что ждут От аккордеона От исполнения На аккордеоне Нет ли Такого Еще пока Удивления Там у публики Что она Услышит Не эстрадные Какие-то там Мелодии А классику Именно В исполнении Аккордеона Ну мне кажется Что есть Такое небольшое Удивление Что все Когда вот Слышат Вот при слове Аккордеон Все сразу думают Ну вот Когда вот Даже вот В каких-то Не знаю Домашних Посиделках У кого-то Есть инструменты Это аккордеон Ну сыграешь Ну ту же самую Мурку Там какую-нибудь Такое И все Наверное Мне кажется И так и относятся К нему По-простому Что ну это Такой народный Жанр А когда вот Играют уже Более серьезную Кто-то конечно Может остановиться Послушать Как-то по-другому А кому-то Вот не нравится Но очень хочется И хочется работать Хочется этот инструмент Вот по-другому Вот Да Надо играть Надо играть Народную музыку Но и Показывать людям Новое что-то Чтобы что-то менялось Чтобы ну вот Его и отношение Отношение к инструменту Поменялось Что он может быть Классический Ну вот Когда мы говорим Про новое Я напоминаю Что у нас победитель Конкурса Таланта Инессы Галланты Анастасия Зубова В гостях Ведь Этот год Вот чем он Действительно Так запомнился Это Я понимаю Что Не только Участие было В конкурсе Но были и другие Какие-то еще победы Вот как все пока Складывается Этот год был Очень такой Очень удивительный Потому что было Очень много конкурсов В марте Вот с самого начала Вот этого полугодия В марте Был в Белгороде Конкурс Баянистов Корзианистов Мы туда ездили С оркестром На фестиваль Но там был еще Конкурс Как и для солистов Так и для ансамблей Для ансамблей С ансамблем Мы второе место заняли Я тоже как солистка Второе место заняла После этого Сразу же приехали Был конкурс В Вильнюсе Который раз в два года Это серьезно достаточно Такой Очень крупный конкурс И там Получить даже диплом Вот просто как Это уже Можно сказать Спасибо Господи Ну это очень Престижный конкурс Там у меня третье место И после этого Был науинский конкурс Который у нас Далгопс проводится Ежегодно И там я участвовала Восемь раз уже Это был восьмой Восьмой раз И за первый раз За восемь лет Я взяла гран-при Там И после этого Галланды Конечно второй тур был Аскалтаты В Каунусе Там первое место тоже И с ансамблем Второе место И вот пока Как-то так Ну то есть Это такая Очень насыщенная В самом деле Жизнь И она В принципе Вот сейчас Я понимаю Что вы же уже Заканчиваете Да практически Еще Еще кстати Нет Еще только второй курс У нас Четыре года Надо учиться И мне еще Два года То есть еще Успею И научиться играть И где-то И поучаствовать Побывать Но Где вот Куда приглашают Играть Исполнителей На аккордеоне Нужно ли Свою Какую-то Предлагать Программу Или Это уже Зависит От каких-то Организаторов Фестивалей Там мероприятий Концертов Но в принципе Если приглашают Куда-то на фестивале То Ты играешь Там свою музыку В основном Ну как бы Нет таких Что вот сказано Надо это Это играть Это больше на конкурсах Что Есть обязательная программа Вот что Надо исполнить Полифонию Например Крупную форму И какое-нибудь Предведение по выбору Но приглашают Еще Также Есть такие Организации Вот Тоже что-то похожее Как фонд Инесс и Галлант Только они Из-за границы В Италии Есть такой Один Аккордеон Адванс Называется И Они занимаются Тем Что раскручивают Молодых Исполнителей И приглашают Поучаствовать На таких Крупных Конкурсах Как Кубок мира Например Или Трофей мира Или Конкурс Очень знаменитый В Кастальфидардо В Италии Который Ну это Это уже Такого уровня Конкурсы Ну вот куда К чему надо Вообще стремиться Ну и И хочется сказать Тоже добрые слова Вот в адрес Инесс и Галлант Которая старается Тоже помочь Именно вот Молодым исполнителям Выступать И в частности Открывая там Концерты Фестивалей Инесс и Галлант Summer Time То есть это Наверное такая Ну вот Прекрасная возможность Появления на публике Появления Чтобы тебя узнали Тебя запомнили Пока вот Ну чтобы это имя было На слуху И чтобы Наработать Наверное Какой-то вот именно Багаж Этого опыта Концертных выступлений Да Я очень благодарна Что вообще Такой фонд существует У нас в Латвии В такой маленькой В принципе стране Что есть такая возможность И вообще даже Не то что там Победить Выиграть А поиграть Вообще вот Перед такими людьми Перед такими музыкантами Перед Ну вообще Не знаю Я когда выходила Я когда попала Узнала что попала На третий тур Финал Вообще Радости не было предела Что у меня будет возможность Второй раз Поиграть вот Перед таким жюри Вообще Ну это очень здорово Очень приятно Что Насколько Сложно Вот бывает Действительно Есть такое же выражение Страх перед выходом На сцену Вот Насколько вот это Ну удается ли Со временем С годами С опытом Он уходит Или Как-то трансформируется Может быть Ну волнение Все равно Никуда не уходит Мне кажется Даже опытные музыканты Они все равно волнуются Но Просто с каждым разом Чем больше выступаешь Тем Больше можешь Суметь как-то Справиться с этим волнением Ну немножко Как-то его контролировать Даже что ли Но все равно Волнение всегда есть Никогда Еще ни разу не было так Что вот выходила И вот Вообще все равно Как это Но это даже Это даже плохо Мне кажется Когда выходишь И Ну вот все равно Ну это как робот уже А все-таки Если человек волнуется Значит Что-то Что-то у него есть Все хорошо Но в основном У меня в последнее время Уже вот Как довольно часто Везде выступала Что Перед За кулисами Конечно могу потрястись Могу И вот Все остаются на нервах Но стоит выйти на сцену И все вот Все пропадает Уже настраиваюсь Думаю о музыке Что буду играть И немножко так Успокаиваюсь А фестивали Это же всегда Это тоже еще есть Ну я думаю Плюс для музыкантов Это возможность Ну встретиться Пообщаться То есть Удается ли во время Каких-то таких фестивалей Завести знакомство Подружиться с кем-то Может быть У каких-то Ну именитых Там уже Чему-то научиться Просто Ну подсмотреть Потому что Какие-то приемы Какие-то Не знаю Секреты Да Это в принципе Только благодаря Вот этим фестивалям Конкурсом Это и люди Так вот Музыканты Аккордеонисты Обмениваются опытом Потому что так В принципе Ну сейчас Конечно интернет есть Это все Немножко проще Но вот как раньше Это вот Фестиваль Конкурс Это значит Кто-то какие-то Мастер-классы Организует Что есть Какой-то там Профессор С какой-нибудь академии Приезжает И вот Берет Привозит своих учеников Или приглашает Кого-то Кто желающий Допустим Поработать с ним И вот так и набираются Опыта Также и сборники Там можно всякие ноты Приобрести на конкурсах В фестивалях Ну и новые знакомства Конечно Это очень здорово Вот о знакомствах Знаете Вот я просто Ну читал мемуары Кита Ричардса Из The Rolling Stones И он признавался Что вот были какие-то Например Произведения Блюзовых музыкантов Которые он не мог Скопировать То есть вот Как вот он Перебирал вот этими пальцами Он не мог понять И вот он К ним приходил И он даже Ну вот этих Старых уже блюзовиков Будучи уже сам звездой И он их выспрашивал Как они играют И иногда вот Он говорит Боже мой Они мне показывали Мне казалось Как так все просто То есть вот Есть ли такие же Ну вот какие-то возможности Вот подойти кому-то За сцену Сказать А вот Как получается Вот извлечь Не знаю Этот звук Или вот как получается Вдруг Ну можно конечно Подойти Они покажут Я думаю Ну может быть Кто-то покажет Что как он это делает Но все равно вот Да ты посмотришь Как он это сделает Ты возьмешь инструмент Сам Тебе ничего не получится Ну то есть Это надо самому искать Типа что разные у всех инструменты То есть разный инструмент Разное звучание Да Не бывает Даже вот одной вот фирмы Аккордеонные Они не бывают Вот два одинаковых Полностью по звуку Что-то да отличается немножко И Ну вот Да и люди в принципе Разные же И как-то вот У каждого свое движение У каждого свое нажатие Восприятие вообще Можно спросить Да Как он это делает Но все равно Потом получится По-своему Мы обязательно сейчас Прервемся на новости и рекламу После чего вернемся в студию Напомню что у нас Сегодня в гостях Анастасия Зубова Музыкант Играющий на аккордеоне Победитель конкурса Таланты НС Голланды Продолжаем программу Встретились Поговорили Я напоминаю Что сегодня у нас в гостях Анастасия Зубова Музыкант Играющий на аккордеоне И Может быть Ну пора Пришла пора Вот поговорить Может быть действительно О том Насколько Вот Вы пришли к этому Ну как К аккордеону И Учитывая такой сложный Ну действительно Тяжелый инструмент Наверное Необходима Какая-то Физическая подготовка То есть Вы занимались Занимаетесь ли спортом Для того чтобы Так спокойно Легко Вот обходиться Все-таки С 14-килограммовым Инструментом Да Конечно Я раньше Когда еще училась Только в музыкальной школе По классу аккордеона Занималась И плаванием И волейболом Позже Но потом Когда уже Занятия Стали немножко Серьезнее И то есть Надо было больше Уделять этому Внимание И время своего Тогда нам пришлось Выбирать уже Что как Вот Либо спорт Либо музыка Ну я конечно Выбрала музыку Потому что музыка Это все Это музыка Принадлежит моему сердцу Сердце принадлежит Музыке И сейчас В принципе Занимаюсь для себя Зал Ну как бы фитнес Такой физкультура Чтобы И мышцы спины Укреплять Потому что для аккордеониста Ну и для любого вообще Музыканта Спина Это самое главное Это вот Как у нас Например Это вот Мы на плечах его держим То есть Большая нагрузка идет Если заниматься много Конечно Если никто не занимается Тому И все равно Что там происходит Но вообще Да Надо заниматься И чтобы И легче было И силы были бы То есть Йога Например Там какие-то занятия Там для спины Или может быть Упражнения Это тоже считается Нужно Нужно Конечно Спина Это вообще Самое главное За спиной Надо очень следить Чтобы проблем Потом Может Вот так случиться Что Как бы Вот есть Перспектива Есть возможности А потом Бац Что-то случается И вот это все Обрывается Приходится Да уже Полностью уделять Время своему здоровью И это Ну упущение Такое Большое Вот скажите Пожалуйста Анастасия Вот такой Может личный вопрос Родители Они Поддерживали Ваше стремление Стать музыкантом То есть Вот Не было ли Такого Что они Ну Испытывали Определенные сомнения Что Это ли Ну Профессия Которая Может Помочь Вот как-то В нашем Мире Приносить Деньги То есть Как-то Ну Чтобы Составилось Вот Не было у них Таких сомнений Ну Родители В принципе Никогда не были Против Чтобы Вот Занималась Музыкой Но Вот В последний Класс После Девятого Когда Надо было Уже Определиться Либо я Иду В среднюю Школу Либо В училище Либо Совмещаю Каким-то Там Образом Тогда Они Конечно Думали И как-то Предлагали Может Совмещать Лучше Две Школы Училась Я девятый Класс Закончила Хорошо С Санцинками У меня тоже Все хорошо Было И вот Из-за этого Немножко Сомневались Что Куда С такой Головой Как они Говорили Я говорила Про то Что Родители Думают Что Это Музыка Это Для Кто Ничего Не может Кроме Этого Но Тогда Иди По Музыке Но Слава Богу Нет Я Доказываю До сих Пор Что Я играю Они Приходят Меня Слушают И сами В этом Убеждаются Что Я неплохо Звучу Они видят Что Мне это Нравится Что Я это Делаю С удовольствием Что В школу Я даже Хожу С удовольствием То есть В мою Имени Станислава Брука Докуповского Музыкального Училища Я туда Несмотря Даже На Кучу Домашних Работ Задач По гармонии Сольфеджи Математик Латышский Все равно Туда Хочется Приходить Каждый день Там Такая атмосфера Классная Хочется Заниматься Эти стены Они так как будто Помогают Даже А что бы вы Посоветовали Например Ну Совсем Действительно Молодым Ребятам Ну Может быть И девушкам И ребятам Которые Сомневаются Действительно ли Это выбор Правильный Потому что Понятно Что все Не могут стать Ну Условно говоря Там Великими Футболистами Великими Музыкантами Насколько Все таки Может прокормить Музыка Молодого Человека Который Хочет Ну Как бы И не чувствовать Себя материально Зависимым Там От родителей Ну Вообще Все равно Вот Если Что касается Молодых Людей То В первую очередь Надо служить Себя И свое Сердце Что Вот Конкретно Хочет Вот Хочешь Ты Вот Чего Хочешь От жизни Потому что Сейчас Молодежь Такая Что Много Кто Спрашиваю Ну Куда Дальше Не знаю И вот Такие Вот Какие-то Растерянные Не знаю Чего Хотят Но Надо Как-то Немножко Определяться И Музыка Может Прокормить Есть У нас Есть В Латвии Работы Работы Море Главное Чтобы было Желание Чтобы ты Хотел Именно По музыке Зарабатывать Допустим Быть педагогом Или Где-то Выступать Играть Чтобы было Желание А так У нас Кто Заканчивают Вот сейчас Недавно Университеты Это все Постепенно Это надо И опыт Это сразу Не получится Вот к тебе Придет первый Ученик И Вот сразу Получится И посадить Его правильный Чтобы он Быстро научился И стал виртуозом Это надо все Опыт Опыт Это надо Мне кажется Как минимум Лет 10 Отработать Чтобы немножко Уже так Въехать В эту педагогическую Сферу В общую среду Понять Что куда То есть Получается Что все-таки Музыка У нас В Латвии Учитывая Вот все-таки Что Мы не очень Большая страна То есть Обычно Всегда Даже Музыканты Сталкиваются С тем Что Рынок Музыкальный Тоже Не очень Большой То есть Необходимо Выступать За пределами Страны Выезжать Ну это Зависит Конечно От нашего Министерства Образования И кто Обеспечивает Это Конечно Да Это немножко Вот даже Сравнивая Стипендии Наши Допустим Как у нас В нашем Училище И вообще В музыкальных Училищах И вот По сравнению То есть Там оно Почти Наверное В раза Два В три И больше То есть Это все Обеспечивается Там Оплачивается А мы Как бы Так Что-то Среднее Ну Не дооценивают Не верят Наверное Что музыканты Что-то Вообще Могут Принести Чего-то Достоят Хотя Вот с другой Стороны Вот Раньше Вот Говоря Уже О Более Давних Временах Которые 17-16 Веки Всех же Всю Интеллигенцию Начиная Вот с детских лет Обучали музыкой То есть Музыка была Обязательным предметом Вот в школе Что-то О инструментах Они знакомились Со скрипками С фортепиано И Ну это Очень Развивает Ребенка И дает И память Лучше становится И вообще И координация Также И как-то Смышление Фантазии Немножко Ну Надо Нужна музыка То есть это Обязательный Должен быть предмет Да А скажите Какую роль Играют все-таки Педагоги То есть В становлении Музыканта Здесь опять-таки Вот момент Везения Выиграет Какую-то роль Вот найти Правильного Талантливого Педагога Ну хороший Педагог Это конечно Да Это Это Ну это тоже Это как повезет Кому попадешь Но Мне Слава Богу Повезло У меня Замечательные Педагоги Которые у меня были И моя первая Участительница Вот Нина Семеновна Ложкова Про которую говорила Она Мне Как можно сказать Подарила Научила меня Любить Музыку И аккордеон Вообще И теперешний Мой педагог Анатолий Петкевич Тоже Также Работает со мной Очень много За что ему Вообще Огромное спасибо Если бы не он Вот мои вот эти Вот все Теперешние достижения И вот Если бы не он И не моя Первая участиница Но это всего бы Не было бы То есть От педагога В принципе Ну зависит Пол работы Наверное Конечно и желание Ученика Должно быть не так Что педагог хочет А ученик сидит Ничего не делает Это должно быть Как-то вот вместе Вот Как такая Пара должна быть Вот Ну то есть Учитель-ученик Да Вот с вами Сочетание Скажите Ну вот что дальше После вот этих Ну Успешных Сейчас Выступлений 2017 год Фу-ть-фу-ть-фу Что все идет Как надо Какие-то Какие-то Новые Планы Программы То есть Какие-то Новые Вы осваиваете Произведения Для Аркордеона Да Конечно В планах Очень много Всего И Уже Уже более Серьезной Музыки Уже более Сложной Музыки Потому что Уже пришла Пора Я уже Созрела Головой Могу уже Сыграть Более серьезные Произведения А что касается Вообще Конкурсов То у меня Вот в этом году Будет возможность Летом Съездить в Италию Вот На мастер-классы В лагерь Вот Про который я говорила Фонд Пригласил И Они обеспечат возможность Поучаствовать В этих конкурсах Уже мирового уровня В Кастальфидарде В Кубке мира И если все получится То буду Очень Конечно Рада Но Эта возможность Очень большая И ни в коем случае Я не упущу Сделаю все возможное Буду работать Через кровь и пот Ну а чтобы Что все получилось Желаем Еще раз Стучим по дереву А Мир музыки Вот в нем Ну есть ли Какие-то Вот Моменты Каких-то Ну смешных Ситуаций Там Казусов Я не знаю Там любимые Ну как правило Актеры там Вспоминают Когда на Съемочной площадке Что-нибудь идет не так Какие-то там Приключаются Вот Кажется Это очень строгий мир Там Раков Платьев Серьезной Музыки Но есть ли Какие-то Смешные Ситуации Смешные Комические В которые попадают Музыканты Конечно Есть Но У меня их не так Много Потому что Как-то у меня Все Слава Богу Так Тоже Если постучать По дереву Пока все Нормально было Но Был один раз Никогда не забуду Этот случай Это было еще В музыкальной школе Мы выступали С нашим ансамблем Было такое Ну достаточно ответственное Мероприятие Где надо было Сыграть хорошо Везде конечно Надо играть хорошо Но там надо было Особенно сыграть хорошо И наше трио Выходит И как-то У каждого Что-то пошло не так Я забыла Расстегнуть Вот эту Застежку От инструмента Рядом у моего коллеги Кто со мной играл Ремень отстегнулся Аккордеон То есть полетело А у третьего Нашего Аккордеониста У него Нота запала И то есть Так получилось Что делать Перед выходом А уже надо Это все делать Играть И как-то так Ну слава Богу Справились Ничего Поиграли И с расстегнутым ремнем И с закрытым мехом И с нотой Которая застряла Ничего Но Было страшно Но вообще Надо уметь Вообще Справляться с такими ситуациями Это тоже большой опыт Кстати Вот Такие ситуации Уметь пройти Чтобы никто ничего не заметил Ну и вот Кстати говоря Про эти ситуации Очень популярный сериал Моцарт в джунглях Который показывает Как бы мир Классической музыки Чуть-чуть Вот через замочную скважину Показывая Ну что музыканты Тоже люди Что они могут Там кто-то Может Извините Там Пойти в ночной клуб И загулять И с утра Прийти на репетицию В нетрезвом состоянии Кто-то И подрабатывает Игрой Чуть ли не В переходах метро Или где-нибудь В каком-нибудь Бродвейском мюзикле То есть Как вот Вы не смотрели Этот сериал Нет? Смотрела Но не весь Конечно Но он отвечает Вот скажем Ну Реальности Есть такой Конечно Все музыканты Те же самые люди В принципе С такими же желаниями С такими же привычками Но это в принципе нормально Но Вот говоря Что вот музыкант Немножко вот Нездоровые Как бы на голову Но это Ну Глупое конечно выражение Потому что Ну Все люди Все мы Все в принципе Одинаковые Но согласитесь Что музыканты В принципе Ну люди искусства Если так брать Тем более в общем А их отличает Наверное Вот это Какое-то чувство Некоторые И конкуренции Недаром говорят Что там Балерины Чуть ли не там Подсыпают там Гвозди Там Обувь там Друг другу То есть Ну там Такое вот Существует ли Такая же вот Конкуренция У среди музыкантов Классических Да Существуют Могут что-то Сделать с инструментом Например Там вот Тот же ремень Отстегнут Что вот Можно взять инструмент А он упадет Например Ну это конечно Мне кажется Это очень-очень Уже так Подло Да подло Ну или там Клавишу как-нибудь Отцепить Клапан как-нибудь Немножечко подвинут Так что он Голос например Или клавиша Та же застрянет Западет Бас например Какой-нибудь Но в целом Все равно как-то Я с таким пока Не сталкивалась У меня есть Слава богу конечно Но есть такое Есть и Лучше держать Свой инструмент Перед собой Да перед собой Да и так могут Что-то сделать Там подножку Грубо говоря Даже так можно сказать Подставить Но Пока такого не было Жестокий Действительно Жестокий мир Где возможно Будет увидеть В ближайшее время Кроме Италии Ну в ближайшее время Это конечно Услышать Ну и услышать В августе На фестивале Саммертайм У Инессы Галанта А так вообще Пока Ничего Из таких Фестивалей Ничего пока Не планируется В принципе Только концерты Которые в школе У нас проводятся У нас сейчас И Гада Балова Вот будет И Ну уже Заключительные концерты А так Пока Пока Вот Самое время На то Чтобы работать Настоит почистить Отработать Все свои Какие-то Которые были ошибки Неточности Чтобы уже Доводить программу Вообще до идеала Но это конечно Все равно На сцене не получится Сыграть Так как в классе Получается Но Если вынести Хотя бы 50% Из того Что получается в классе Это уже успех То есть получается Что в классе Звучит гораздо Все лучше Чем на сцене Ну даже Не то что лучше Просто В классе Нет волнения То есть в классе Ты уже Работаешь Играешь Вот в свое удовольствие Уже точно Оттачиваешь А на сцене Все-таки С тобой рядом Еще присутствуют Волнения И вот как бы Напоминает О своем присутствии Иногда Но все равно Это надо Очень много Заниматься Чтобы на сцене Получалось Ну вот примерно Хотя бы Как в классе Очень много Заниматься надо Друзья Запомните это имя Анастасия Зубова Победительница Конкурса Таланта Нессы Галланты И обладатель Приза симпатии Микс Медиа Групп Будем надеяться Что первый Но не последний раз Вы приходите к нам В студию Мы будем следить За всеми Вашими выступлениями Конкурсами Держать кулаки Спасибо большое Что нашли время Прийти сегодня К нам в студию Спасибо вам До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok